Евгений Полегин пришел в зал судебного заседания с внушительной группой поддержки, родными и друзьями. Молча, не проронит ни слова, тихо ждал. Томительное ожидание сказалось и на близких погибшей. Нервы на пределе. Четыре месяца тяжелых воспоминаний страшной трагедии. 1 августа в районе деревни Шибунина прервалась жизнь 27-летней ярославской спортсменки Юлии Тяжеловой. С каким настроем пришли в суд? С каким? Какое наказание рассчитываете? Не знаю, какое будет, так как будет. На что рассчитываете? На что не рассчитываю. Как что-то определить, так и будет. Вещи с собой принесли? Нет. Почему? Не знаю. В судебном сознаете? Сознаюсь. Как следует из материалов дела, за несколько часов до трагедии Евгений Полегин поругался с женой и пил водку. Решил сесть за руль своего внедорожника и отправиться кататься за пределы города. На улице был туман. Проигнорировав знак ограничения скорости и опасный поворот, на полном ходу по встречке автомобиль протаранил легковушку, где ехала компания молодых людей. Все произошло буквально 2-2 секунды. То есть это очень страшно на самом деле. Когда в тебя летит машина, и ты пытаешься сделать все, что от тебя зависит, она сидела сзади, где вся грудь и железа. От сильного удара легковой автомобиль вылетел в кювет, превратился в груду металла. Юлия Тяжелого, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась на месте. Виновник ДТП, со слов свидетелей, тогда пытался скрыться. Согласно заключению эксперта, по данным предоставленной медицинской документации, тяжелого имели, сочетанная тупая травма головы, груди, живота, таза, верхних и нижних конечностей, повреждения внутренних органов и тканей. Более часа судья зачитывала несколько десятков листов материалов дела. Основной критерий смягчения наказания по легену наличие на воспитание у подсудимого троих несовершеннолетних детей. Положительные характеристики с работы и лишь один административный штраф за превышение скорости. Защита просила условный срок. Тем не менее, судья выносит решение. Подобное преступление носит общественно опасный характер. Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отмягчающих обстоятельств, исправление по легену без изоляции от общества невозможно. И считает лишение свободы в исправительном учреждении с дополнительным наказанием в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, единственным справедливым наказанием за садение. По решению суда Евгений Полегин отправится на 3,5 года отбывать наказание в колонию поселения. Еще 2,5 года уже после выхода на свободу ему запрещено водить автомобиль. Моральный вред родным погибшей в 2 миллиона рублей суд также удовлетворил частично. Полегину придется выплатить компенсацию в 1 миллион 200 тысяч. Решение суда будет изучено более предметно и внимательно после получения копии приговора. Если доверители посчитают приговор подлежащим обжалованию, защита это сделает, установленная на законном сроке. В свою очередь, близкие Евгения Полегина к такому исходу суда отнеслись неоднозначно. Что нагласно с решением суда? Без комментариев. А вы? Согласна. Так и должно быть, да? Да. Не могут смириться с жирной точкой в уголовном деле о гибели Юлии Тяжеловой и родственники девушки. Здесь также мнения разделились. Я с решением суда не согласен, считаю, что виновник должен понести более серьезное наказание и с отбыванием в обычной колонии, не в поселении. Он этого не заслуживает. Да, я согласен. Пускай отвечают по закону. Более строгого наказания нет? Мне кажется, жизнь не так накажет. Но пока осужденный Евгений Полегин отправился домой. Если приговор не будет обжалован, то через 10 суток он должен будет явиться к месту отбывания наказания. Светлана Доброхотова, Георгий Иванов. День событий.